Музыка Все важные и актуальные темы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета, рассмотрели на еженедельном планерном совещании. Его провел первый заместитель главы Северского района Марина Наумейко. Началось совещание с доклада о приемке образовательных организаций к новому учебному году. 1 сентября уже не за горами и рассказывая о готовности учреждений, начальник управления образования Любовь Масько отметила, что на сегодняшний день все 60 образовательных организаций к новому учебному году готовы. Стоит отметить, что в этом году на текущий ремонт детских садов выделено около 1 миллиона 300 тысяч рублей, а на капитальный почти 5 миллионов. Из средств законодательного собрания Краснодарского края на ремонт детских садов выделили более полутора миллионов рублей. Что касается школ, здесь на капитальный ремонт из районных, краевых и средств законодательного собрания выделили более 11 миллионов рублей. Рассмотрели на совещании вопрос доходов об использовании земельных ресурсов и состояния водопроводных сетей. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, необходимо в 2018 году провести замену 5% от общей протяженности сетей водопроводно-канализационного хозяйства. В районе необходимо заменить около 33 километров. На сегодняшний день заменено более 14 километров. Среди обсуждаемых тем на планерном совещании рассматривался также вопрос о санитарном состоянии в населенных пунктах района. В предстоящую субботу пройдет районный субботник. Требуется помощь семье, пострадавшей от пожара 10 августа в селе Львовском. Без жилья и какого-либо имущества в почтенном возрасте осталась семья Майстренко. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, но и материальный ущерб для пострадавших – это нелегкое испытание. Люди в одночасье остались без крова, ведь огонь не щадит никого и ничего. Оно шло так быстро, что я только газовый баллон успел отключить и угнать машину. В данный момент семью Майстренко временно поселили в трехкомнатную квартиру. Им оказана вся необходимая помощь. Вещи до сих пор несут и неравнодушные жители. В огненной стихии дом, хозпостройки и домашнее хозяйство сгорели полностью. Погорельцам всегда тяжело в одиночку справиться со своей бедой. На помощь уже откликнулись жители хутора Новоивановского – соседи Герасимовы, Коломийцы, Шнырёвы. Погорельцы выражают благодарность всем, кто не остался равнодушным и помог в тушении пожара и выделении вещей. На данный момент силами районной и местной администрации идут работы по расчистке территории и вывозу остаток сгоревшего дома. Уважаемые жители района, я бережная Любовь Анатольевна, дочь Майстренко Анатолия Михайловича. У нас была беда 10 августа. Сгорел дом. Если можно, помогите нам, пожалуйста. Обращаемся ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастным к чужой беде и помочь пострадавшим. Связаться с семьей можно по телефону 8-918-096-2302. Анатолий Михайлович Майстренко и Любовь Анатольевна Бережная. 15 августа любитель русского рока вспоминает одного из самых ярких его представителей. В этот день, 28 лет назад, не стало певца и автора песен Виктора Цоя. Он погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километров от города Риги, столицы Республики Латвия. Виктор Цой ушел из жизни в 28 лет. За свою короткую жизнь он успел написать десятки песен, сняться в нескольких фильмах. Созданная им группа кино выпустила 8 студийных альбомов и до сих пор считается одним из самых влиятельных коллективов в истории отечественной музыки. Даже спустя много лет песня, написанная Виктором Цоем и остальными участниками группы, продолжает жить в сердцах поклонников. Они вдохновляют молодых музыкантов. До сих пор каждый желающий освоить гитару начинает знакомство с инструментом, с аккордов, песнях, звезда, по имени Солнца. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся в земле, одеяло лоскутно на ней, в город дорожной дотле. Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела. Следствием установлено, что двое местных жителей обвиняются в краже крышек канализационных люков. В полицию обратился сотрудник одного из поселений района и сообщил, что с улиц населенного пункта пропали три крышки общей стоимостью 8 970 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников по месту жительства. Похищенные они разломали и сдали в пункт металлолома. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 15 августа в России и ряде стран СНГ профессиональный праздник отмечают люди, посвятившие свою жизнь изучению прошлого человечества по вещественным источникам – археологи. Трудно переоценить значение искателя древности. Практически все экспонаты исторических музеев – от предметов быта и оружия до останков древних людей и животных, добытых руками. Об археологии известно еще со времен Древней Греции, но настоящее ее рождение приходится на рубеж 18-19 веков, когда стали проводиться массовые раскопки многих исторических памятников. Несмотря на то, что День археолога не привязан к какому-либо историческому событию и нет точного объяснения выбора даты его празднования, он объединяет всех, для кого археология – неотъемлемая часть жизни. В Краснодаре пройдет первый на Кубани официальный турнир по киберспорту. Отборочные этапы начнутся 18 августа и будут проходить каждые выходные до 15 сентября. Регистрация команд уже открыта. Финалы состоятся 15 и 16 сентября во дворце спорта «Олимп». Киберспорт стремительно набирает популярность в крае. Все больше молодых людей проявляют к нему интерес, принимают участие в соревнованиях. Крайовые власти считают правильным поддержать это направление, тем более, что киберспорт официально признан видом спорта. Организаторы чемпионата – Федерация компьютерного спорта Краснодарского края и Краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта Российской Федерации. Цель турнира – вывести киберспорт в крае на более высокий уровень. Вполне возможно, что этот вид спорта включат в программу Олимпиады 2024 года. А на Кубани есть талантливые ребята, готовые участвовать в соревнованиях. Отметим, что Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года. Удивительную находку сделали в Крыму, на дне Чёрного моря, прямо в оживлённой Балаклавской бухте. Как предполагают учёные, это судно времён Римской империи, ориентировочно 2-3 веков нашей эры. Находка покоится на глубине 85 метров. Подступиться к судну смогла лишь команда профессиональных дайверов. «Несмотря на то, что она лежит непосредственно на входе в бухту Балаклавы, вроде бы недалеко, но никто до этого, никто его не находил, потому что это действительно очень сложные условия погружения. Во-вторых, это большие и очень сильные течения для погружения. И не каждый дайвер, не каждый технический дайвер сможет туда погрузиться. А тем более с исследовательскими целями это или видеосъёмка, фотосъёмка или забор какого-либо материала». Корабль достаточно хорошо сохранился. Ранее античные суда в таком состоянии в Крыму не обнаруживали. Есть весло и якорь. По якорю и предположили возраст находки. Местный историк считает, что это торговое судно. Оно было длиной 25 метров. По тем временам достаточно большое. А вот и похожая модель в Севастопольском государственном университете. Круглая форма корпуса говорит о том, что в лодке перевозили тяжёлые грузы и питьевую воду. В античные времена Крым принадлежал Римской империи и вёл оживлённую торговлю со странами Чёрного и Средиземного морей. В том числе импортировал пряности и керамическую посуду. Из Крыма же вывозили рыбу и сельскохозяйственную продукцию. «Это масштабная модель судна античного периода. Оно, конечно, несколько более раннее, чем то, которое было обнаружено. Но, тем не менее, оно позволяет понять общую конструкцию парусных деревянных судов того периода. Так же, как и мы можем видеть на кадрах, которые сняты под водой, там мы видим форштейн, ахтерштейн, мы видим элементы конструкции, мы видим торчащие из илистого грунта шпангоуты, фрагменты палубы». Сейчас к исследованию подключается ещё больше экспертов. Они попробуют выяснить историю древнего судна. Редактор субтитров А.Семкин